Девушки отдыхают Девушки отдыхают Убирайся отсюда! Покуда я командую стражей, таким как ты сюда входа нет! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Один неверный шаг и ты пожалеешь Девушки отдыхают 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 Бои! Убирайся отсюда, похода я командую стражей таким как ты сюда входа нет Коэсуэкс? Коэссайм? 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 Привесстух Приветствую Вы по какому делу? Я договорился с Розой об уроке фехтования Геральт из Ривии, правильно? Барышня как раз вышла погулять к храмовому мосту Просила чтоб, бы к ней приб Bhag we came Интересный, чувствую, будет урок. Спасибо. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. фехтование, а не о прогулке, так что... Знаю, Геральт. Не нуди. Просто иди со мной. Геральт. Видишь ли, я подумала, что вместо занятий в затхлом подвале мы можем пофехтовать на свежем воздухе. Поединок на мосту. Как в романе. Ну, вынимай меч. У меня только серебряный и железный, а мы должны учиться на деревянных? Должны. Но приятнее всего делать то, что нельзя. Разве нет? Я не хочу тебя поранить. Лучше смотри, как бы я тебя не поранила. Ну, давай, Геральт. Защищайся. Быстрей! Перестань. Я сдаюсь. Ты в порядке? Да. Единственное, что ты серьезно ранил. Мою гордость. Кстати, откуда у тебя взялся интерес к фехтованию? От скуки. Знакомых у меня здесь нет. Отец меня держит в ежовых рукавицах. И все время одни банкеты. Ненавижу банкеты. Ага. Разговоры скучные, еда гнусная, а выпивка херовая. Вот именно. А с мечом в руках я могу хотя бы немного подвигаться. Выпустить пар. Ну, хорошо. Так что теперь? Возвращаемся домой. Только, Геральт, я понимаю, что это немного невежливо. Извини, но у меня съехал корсет. Ты можешь ненадолго отвернуться? Он мне в кожу впивается. Я понимаю, что женщина должна следить за внешностью. Ну, драться в корсете. Он же сковывает движение. Роза! Зараза, сбежала. А если с ней что-нибудь случится, воратор оторвет мне башку. Она не могла уйти далеко. В той стороне семь котов. Ну да, девчонка решила развлечься. Не крутись-то вот. Галантный жест, но благодарю покорно. Эй, Поба, слышь, как зашуршало. Наши девки так не говорят. Не верят. Зато те, что из них гардер, как раз да. Похое местечко-то вырыло золотко. Мы тут черных не любим. Далеко ж ты забралась от Нильфгаарда, солнышко. Не знаю, вернешься ли. Это дочь посла Варатре. У нее дипломатический иммунитет. Я не очень понял, что там у нее. Зато знаю наверняка, что ты снюхался с Нильфами. А что тут удивляться, Лукас? Ведь макав всегда тянет к чудовищам. А с этой чудой мы еще разберемся. Обидел девушку. Попроси у нее прощения сейчас же. Так вежливо, как только сумеешь. Простите, барышня. Простите великодушно. Веди себя хорошо, как твой приятель. Поклонись и иди проявлять свой патриотизм где-нибудь в другом месте. Лукас и Коба. Я запомню эти имена. А когда мы займем Новиград, найду их и посчитаюсь с ними. Успокойся, они в конце концов ничего тебе не сделали. Они подняли на меня руку. Этого достаточно, чтобы им эту руку отрубить. И ты удивляешься, почему местные ненавидят Нильфгард? Я думала, ты не такой, как остальные нордлинги. Что ты нас понимаешь? Наши представления о справедливости. Но теперь вижу, что ошибалась. Я думаю, тебе пора домой самой короткой дорогой. Понимаю. Будь здоров, Геральт. Удачи на пути. Пойдем бить, чудовища! Будь здоров, Геральт. Продолжение следует... 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 Может, он и пришел бы навстречу. Вашу мать, господа. Вас что, благодушие обуяло? Ублюдок хочет нас убить и сделает это рано или поздно. Значит, мы должны убить его первыми. Так что сидите тут и пускайте пузыри под водой. А я пойду, вышлю молодцов по всем точкам ублюдка. Пусть поднимут шухер и выкурят паршивца. А ты, как там тебя? Если хочешь найти ублюдка, приходи ко мне. Я хочу заполучить ублюдка. И, похоже, мне придется достать его раньше тесака. У тесака так просто ничего не выйдет. Младший умеет прятаться и отличается мужицкой смекалкой. Что ж, мне пора. Удачи в поисках, ведьмак. Я загляну к тебе завтра, Францис. Закончим разговор. Так что, может, оденемся? Неплохая мысль. А потом поговорим. Приватно. Что было, то было. Но хорошо встретить старого друга, благодаря которому я так часто принимаю в ванны. Если благодаря мне ты становишься чище, значит, стоило тебе ломать эту ногу. Представляешь, она скверно срослась. Теперь я отмачиваю ее в горячей воде, по крайней мере, по шесть раз в день. Иначе она гудит, как колокола в бухляре на рассвете. Я сделал это не без причины. Если бы ты не переходил мне дорогу, нога у тебя была бы цела. Понимаю. Клянусь, если бы я мог повернуть время вспять, то вел бы себя на Таннеди иначе. Например, приказал бы моим людям тебя убить, а не связывать. Слушай, ты, Ровен, точнее, Дикстра, потому что у меня нет настроения играть в псевдонимы и разные шпионские игры. Я пришел по конкретному делу. Если хочешь меня выслушать, выслушай. А если нет, избавь меня от своих блестящих реплик и просто вышвырни за дверь. Да говори, мне не жалко. Думаешь, Тесак найдет, ублюдка? Может, и найдет. Только спалит при этом полгорода, а это нам ни к чему. Не связывайся с ним, действуй сам. Что ты предлагаешь? Пройдись по всем местам в сфере влияния ублюдка, осмотрись. Но только аккуратно. Не вламывайся с полными штанами гнева, не круши, не убивай. Почему ты, бедлам, не хотите войны с ублюдком-младшим? Я всегда говорил королю Визимиру, что война никаких проблем не решает. Она лишь порождает проблемы, которые затем приходится решать иными средствами. За начинаниями ублюдка кто-то стоит. Я не хочу его убивать, пока не пойму кто. А твои партнеры знают о твоем прошлом? Они знают, что на самом деле тебя зовут Сигизмунд Дикстра и что ты был главой реданской разведки? Если бы я вместе с тесаком, бедламом и ублюдком построил мельницу и молол муку для окрестных крестьян, тогда бы мы были партнерами. А то, что нам приходится договариваться, еще не делает из нас партнеров. Знают ли они, кем я был? Бедлам наверняка. Остальные, думаю, догадываются. Мы это не обсуждаем. Может, действительно стоит поспрашивать в городе? Даже если младший сидит в укрытии, деньги-то ему приносят? Ублюдок получает доходы главным образом от азартных игр. Он контролирует самое большое казино в городе. Помню иерарх Хемельфарт. Проиграл там когда-то перстень с рубином. И такой разразился скандал. Есть еще арена в городских подземельях. Доход составок куда меньше, чем с казино. Зато там всегда нужны охранники. Еще можешь заглянуть в дом ублюдка. Вряд ли ты застанешь его самого, но вдруг найдешь что-нибудь интересное. Где находится казино? Недалеко от башен городской стражи. Официально ублюдок не имеет с казино ничего общего. Так что следи за тем, что говоришь, чтобы не вызывать подозрений. Так где эта арена? В каналах. Под золотым кварталом. Но вход туда из кварталов бедноты. В обрезках. Ублюдок обожает добрую драку. Думаю, он с радостью поглядит на ведьмака в действии. Ты говорил, у ублюдка есть дом в городе? Вполне солидная недвижимость. Сразу за мостом на храмовый остров. Только ублюдок не дурак, чтобы там отсиживаться. Я попробую найти ублюдка младшего в казино или на арене. И, пожалуй, все-таки поговорю с тесаком. Делай, что хочешь, только будь осторожен. Ублюдок ждет ответного удара. В этом я не сомневаюсь. Спасибо за помощь, Дикстра. Ну иди уже, ведьмак. А, да. Если ублюдка так и не найдешь, возвращайся. Я отлично знаю эту каналью. Может, что придумаю. Ты общаешься с Родовидом? Я вижу, шутки тебе удаются. Нет. Я с ним не общаюсь и надеюсь, что не буду. Он не простил тебе заговора с Филиппой Эльхард? Родовид не прощает. Никому и никогда. А уж особенно чародейкам из ложи. А что с Филиппой Эльхард? Есть какие-то новости? Только хорошие. А именно? После того, как Родовид выколол ей глаза, она исчезла. Если все сложилось к лучшему, то она уже принимает земляные ванны. Я думал, вы были близки. Были. А потом Филиппа подослала ко мне убийц. От шпиона до преступника. Интересный путь. На самом деле это одно и то же. Работа с информаторами, переговоры, подкупы, иногда заказные убийства. Старые трюки. Да, но когда-то ты делал все это во имя идеи. А сейчас? А сейчас я решил, что хватит служить идеологии. Пора работать на себя. И пока что у меня неплохо получается. Слушай, может, ты знаешь, что стало с Лютиком? То же, что с каждым, кто перейдет младшему дорогу. То есть? Сидит в окружении гурий, а они кормят его пирожками с соловьиными язычками и поят молодым вином. Ну, Геральт, что с ним может быть? Лежит, должно быть, на дне Понтера вместе с этой своей мандолиной. Слютней. По мне так пусть себе там гниет хоть с Валторной. Что, Лютик тебе чем-то насолил? Само собой. А в чем дело? Видишь ли, он тут выдал сонет, где во втором четверостише парные рифмы вместо опоясанных. Сам понимаешь, что меня, как ценителя поэзии, это глубоко оскорбляет. Я ему такого не прощу. Я серьезно. А если серьезно, то у меня нет времени, чтобы переживать за твоего друга-бабника. У меня своих бед хватает. А ты мог бы мне помочь? И тогда бы я, например, поспрашивал о Лютике. Выяснил бы, что с ним стало. Я так понимаю, кроме сведений о Лютике, ты мне еще и денег дашь? Ничего не бывает даром, да? Интересно, когда тебя Эмгир нанимал, ты был такой же языкастый? Кто тебе это сказал? Как кто? Эмгир? Ха-ха. Не буду же я выдавать моих информаторов. Это было бы очень непрофессионально. Но, хватит сплетенок. Да заплачу я тебе, заплачу. Ну так что? Я могу на тебя рассчитывать? Может, ты помогу? В чем дело? В чем говорить, проще показать. Образ стоит тысячи слов и так далее. И ты, разумеется, понимаешь. Если ты разболтаешь про то, что видел, заработаешь перо под ребро. Ясное дело. Замечательно. Последняя просьба. Точнее, рекомендация. Не вынимай меча из ножен, покуда я не скажу. Прошу следовать за мной. Прошу следую. Продолжение следует... Барт? Барт, перестань сиюжи минуту. Я плохой. Из-за меня усы гинет со мной. Оттого, что ты бьешься головой о стену, ничего не изменится. Барт болит. Барт, меньше думать. Меньше думать. Меньше грустный. Откуда ты вытащил этого тролля? Из Зерикании. Я выиграл его в карты у торговца верблюдами. Шутки у тебя одна лучше другой. Ты видишь, чтобы я улыбался? Я абсолютно серьезен. Барт стерег горбатых ханей. Там жарко. А Сиди забрал Барта. Сиди добрый. Я вижу, что с троллем ты отлично ладишь. И зачем ты меня привел? Видишь дыру? Мы к ней еще вернемся. А за этой дверью сокровищница. До недавнего времени полная новиградских крон и других драгоценностей. Я стерег. Но было бум и нету шамны. В переводе на человеческий, кто-то свистнул у меня почти 20 тонн золота, не считая мелочи. А ты поможешь мне их отыскать. Почему ты сам этим не займешься? У тебя вроде есть знакомство в местном преступном мире. Зачем тебе еще и ведьмак? Видишь ли, эти деньги принадлежали не только мне. Скажем, я содержу некий банк для посвященных. По понятным причинам я не хочу, чтобы вести о моих проблемах разошлись по городу. Именно поэтому мне нужна помощь со стороны. Откуда уверенность, что мне можно доверять? Нет у меня такой уверенности. Я рассчитываю на твой инстинкт самосохранения. Потому что если ты меня подведешь, я тебя убью и скормлю Барту. Барк, неприятно. Работа такая. Это серьезное дело. Я должен подумать. Хорошо. Только помни, ни слова о том, что ты тут видел. Это очень важно. Я бы даже сказал, жизненно важно. Ты понимаешь? Понимаю. Вот и хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Встреча сuls. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Кому в картах не везет, везет в любви ДimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok